всем доброе утро меня зовут Ольга и вы на моем канале о рукоделии сегодня у меня будет просто очередной влог домашний влог одного всего лишь дня я вам наверное в этом видео покажу все все свои процессы а может быть и не все зачем же показывать все есть не продвигала правда же также мы с вами наверное сходим за посылками пришла посылка я вам покажу что мне пришло обозначу наверное планы на сегодняшний день и на грядущие выходные может быть а также порассуждаю на тему ипотечного кредитования потому что есть у меня одна проблемка с которой я столкнулась и мне бы хотелось наверное рассказать вам потому что может быть есть среди моих зрителей среди 19 тысяч моих зрителей такие же люди которые могут столкнуться с такой проблемой но об этом обо мы с вами обязательно поговорим но чуть попозже а начать я хочу все-таки для общей массы моих зрителей с моих текущих процессов и об их продвижениях и так первое что я вам хочу показать и обозначить планы на сегодняшний день это набор по вышивке набора чудесные иглы называется хлопок и черника вот так должен выглядеть готовый результат мне на самом деле даже оформление я уже думаю об оформлении потому что мне осталось вышивать совсем чуть-чуть и скорее всего я забегу еще фикс прайс для того чтобы подсмотреть рамочку под этот проект значит готовая работа должна быть 18 на 23 сантиметра это мне нужно запомнить для того чтобы подобрать подходящую рамку но скорее всего здесь рамка будет формата а4 я так думаю не больше не хочется мне особо большой свободы видите здесь тоже свободы не так уж и много воздуха правда же при оформлении имеется ввиду и давайте покажу на какой стадии находится вышивка вот так она у меня выглядит сейчас мне осталось буквально доделать бэкстич вот на этом вот соцветия завершить вот это соцветия но достаточно большое и сделать бэкстич на всех ну да на всех соцветия вот все что у осталось то есть здесь работа буквально наверное на час может быть чуть больше ну потому что по вышивке когда я говорю я всегда говорю час полтора два а в итоге оказывается ох как много времени она у меня занимает но это на самом деле очень и очень приятный процесс несмотря на то что соцветия хлопка вышивались в 3 нити а и это затормаживала процесс вышивки ниточки путались но когда я привыкла к этой работе я с ней сроднилась она мне безумно нравится она на самом деле очень легкое в исполнении в том плане что здесь практически нет одиночных крестиков бэкстич здесь дробный поэтому я могу посоветовать для новичков этот набор но с условием того что вы не будете торопиться и просто смиритесь с тем что ниточки путаются просто вот к этому если привыкнуть то набор классный мне понравился я надеюсь что концу дня я вам покажу уже готовый результат но покажет только время какой у меня будет день вот так дальше следующий процесс который я продвигала но не так активно с последнего влога кто смотрит влоги тот видел что я вижу плед детский плед вот такой так пряжи не с собой а вот есть для тех кто недавно заглянул это пряжа нико так выглядит этикеточка пряжа нико от context вот это стопроцентный клопок значит 100 грамм 500 метров вяжу в две нити и вяжу плед но такой 80 на 80 он у меня должен получиться так с правильной стороны ли я вам показываю да в принципе здесь и изнанка неплохая видите он такой двойной узор я обещала схему этого узора в инстаграм я помню как только у меня появится свободная минутка я обязательно отфотографирую так как есть а может быть дождемся уже до когда я полностью доделаю плед тут осталось на самом деле немного давайте посчитаем сколько у меня здесь раппортов уже раз два три четыре пять я вижу шестой раппорт предполагаю что их будет восемь на сегодняшний день я бы хотела поставить себе цель но так как сегодня еще рабочий день а сейчас только раннее раннее утро хотя бы один раппорт до вязать и начать следующий раппорт вот такой у меня сейчас план на сегодняшний день показала вам результат работы далее так сейчас я приберу все на место положу далее что же у меня идет далее далее у меня идет еще один очень интересный проект видите здесь нет как спицы уберу здесь нет уже спиц а это значит что часть работы я доделала первая примерка произошла мне все нравится и моя задача на сегодня но это конечно задача максимум не факт что я вас успею даже обещать самой себе не буду у меня есть большое количество зрителей которые просили меня снять обзорный мастер-класс знаете что по петельной я не снимаю но принцип своего вязания я всегда готова рассказать для тех кому это нужно и для тех кому достаточно просто посмотреть принцип вязания я хочу заснять мастер-класс по вот такой вот части то есть пока без рукавов то есть это будет первая часть мастер-класса рассказа моего мастер-класса рассказа о том как я вижу это не по петельной мастер-класс ни в коем случае это даже скорее всего обзор по работе да поэтому не путайте пожалуйста понятия вот и не обижайтесь на меня что я не снимаю по петельных мастер-классов мне тоже прилетают периодические претензии из серии а лучше бы вы показали все это по петельно да не умею я я бы с удовольствием что же мне жалко что ли с вами поделиться если я все равно показываю весь процесс вязания но только не умею я снимать по петельные мастер-классы не хватает у меня терпения у меня нет времени и желания откладывать процесс когда он у меня горит только ради того чтобы достать камеру да но не всегда у меня есть такая возможность так вот изделие связано сверху вниз практически без швов не практически а без швов то есть единственное что я здесь по вот этой части плеча набираю петли для того чтобы вязать и у перед да в данном случае сначала я начинаю со спинки и вот этот вот процесс вязания сколько петель набирала из какой пряжи не вязала какие мои ощущения по пряжи вот самые самые первые впечатления а также сам принцип вывязывания этого воде его назову японским ключом потому что я не знаю японское это плечо не японская но это плечо уходит назад то есть вот так вот то есть плечевого скоса здесь мы с вами не увидим но плечевой скос будем наблюдать вот здесь и окат рукава он будет нестандартный то есть обычно же окат рукава у нас идет как вот у нас есть шов и вот он наша как рукава а в данном случае окат рукава будет вот здесь видите вот он шов и окат рукава будет начинаться вот эта головка рукава вернее да она будет начинаться вот здесь то есть это все я конечно же тоже расскажу во второй части и вот задача номер три но это глобальная задача в моем понимании это будет как раз таки рассказ о полуфабрикате если вам интересно обязательно поставьте лайки обязательно об этом напишите потому что чем больше зрителей тем больше мотивации чем больше комментариев тем больше мотивации мне снимать такого рода видео могу сказать что такие видеоролики обучающего жанра мне тоже даются не очень легко потому что ну как то я люблю больше творить чем учить да если так можно назвать и я решила сделать смотрите какие здесь интересные знаете когда мы с вами идем вот и такого сложного ажура не знаешь как завершить изделие чтобы она гармонично смотрелось то есть вроде бы как резинка резинка 2 на 2 мне здесь совершенно не нравится даже визуально да потому что ну как то вот она не идет а вот и смотрите здесь плохо будет видно вот видите какая тут обработка переход переход он плавный то есть нет резкого перехода вот на этот вот заборчик он идет здесь есть такая имитация переходного края я вам это все тоже расскажу потом вот так выглядит мой полуфабрикат я безумно довольна я его примерила прям вот огонь просто я не знаю как я буду делать обработку буду ли я пускать сюда какой-то другой цвет очень многие мне писали что не надо никакого серого никакого никаких других оттенков нужно вот чтобы она была прям полностью желтым отчасти я наверное даже с вами и согласна потому что этот цвет как оказалось мне тоже очень и очень к лицу вот так это три процесса который я беру с собой в работу и который я в принципе продвигала больше ничего не продвигала у меня сейчас есть задумки на новый проект на следующей неделе практически я уже обдумала все видеоролики которые будут выходить у меня на следующей неделе так про новости давайте еще расскажу одной новостью одной из новостей которые у меня есть я купила журнал я и крайне редко покупаю журналы и на самом деле это была спонтанная покупка потому что мы ждали с сыном маршрутку и там естественно был киоск мы зашли в киоск для того чтобы купить цену что-нибудь ну это нормально какую-нибудь мелочевку но обязательно нужно было купить и я просто попросила журналы ну я думала мне дадут сабрину да вот как обычно у нас с вами бывает самые такие популярные журналы а мне в этот раз просто предложили вот этот журнал вы знаете его даже не листал я просто его взяла просто потому что ну дабы было потому что ну как бы кокетка круглая кокетка вроде как да но хотя бы 1 модель мне понравится вы знаете на самом деле очень много моделей мне понравилось здесь есть и ажурное платье для тех кто любит ажурное платье посмотрите красотища же да причем на 2 фигуры показано как она сидит для тех кто умеет носить такого рода изделия я конечно вязать наверное бы связала потому что ну кто очень очень захватывающе а вот носить вряд ли вот такое вот платье представлена крючком для тех кто вяжет крючком отнюдь неплохое но я бы наверное немножко конечно изменила не сделала бы его более спокойно что еще здесь и здесь представлены и мужские модели например вот очень классическая модель для мужчины до для никого мужчины я бы сказала нет пышного вот потому что ну резинка она как-то вот так вот смотрится очень интересный есть джемпер под названием тайфун но здесь нет подрезов нет ростка вот он как есть так есть я бы конечно советовала такой джемпер для плоских девочек да очень интересный вариант v-образный наша любимая чайка горячо любимая всеми так далее при всем при этом размерная сетка у некоторых моделей просто представлена в одном размере например в размере с а дальше делайте сами свои расчеты до платья почему бы нет но как-то вот что-то как будто нужна доработка но тем не менее сама суть само построение она здесь есть помимо этого здесь есть какие-то обучающие моменты и по вывязыванию ну то есть хочу показать вот смотрите видели здесь получается принцип увязывания дальше и про круглые кокетки очень кратенько очень знаете вот так напоминающие есть схемы нескольких кутуров а еще мне очень понравился вот этот пуловер смотрите он связан крючком но для меня да мне недавно подарили крючки поэтому конечно же я теперь обращаю внимание на модели крючком но они должны соответствовать моим вкусовым предпочтениям а это очень сложно в крючке найти и вот этот вот вариант мне на самом деле очень и очень понравился смотрите да как накидка просто снизу пускай будет даже какая-то мальчика потому что это естественно будет задираться но тем не менее я вам показываю только те модели которые мне понравились так кокетку мы с вами видели а еще все здесь было представлен был представлен буловер так с ажурной кокеткой здесь полу крючок и полу спицы вот это вот я очень хочу связать вот прямо очень-очень здесь представлены схемы этой кокетки ну то есть прям вот я не пожалела что купила этот журнал он там стоил 94 рубля вот и можно даже подумывать если можно оформить подписку я может быть даже бы оформила и подписку смотрите какая еще моделька интересная ну все вяжут да сейчас эти модели очень популярны можно найти мастер-классы но так как ей безумно не люблю смотреть мастер-классы то вот две странички описание как-то осилим если вдруг захочу но у меня конечно другие планы я развела и собираюсь вернее развести кучу процессов поэтому если вам интересно подписывайтесь на канал не забывайте ставьте колокольчик уведомлениям о выходе моих видеороликов а мы с вами еще ближайшее время отправимся на почту за посылкой покажу вам что же мне прибежала я с почты хотела взять вас собой но у нас там такой сумасшедший просто ураган и какой-то холодный ветер но что хочу сказать дорогие мои всем огромное спасибо тем кто присылает мне посылки неожиданные абсолютно сюрпризы все почему потому что вы не даете мне просто поправиться изменить мою фигуру мне до почты 20 минут быстрого шага и обратно и последний этаж без лифта у меня в общем и целом была полноценная тренировка на сегодняшний день я вся в мыле и сейчас у меня такое классное настроение все потому что я бы наверное ну в общем и целом настроение мое танцует джигу-дрыгу а все почему потому что я получила не одну посылку а целых две сейчас будем распаковывать первую посылку я получила сайта любимый василек я думаю что многие знакомы с этим сайтом но в принципе я и сегодня предстала перед вами в рубашке из этого магазина не потому что пришла посылка потому что пришла очередь этой рубашки вот ну то есть это полноценный костюмчик мне очень нравится домашний трикотаж я знаю что там пришло но тем не менее мне интересно пощупать а вот эта вторая посылочка она мне пришла неожиданно вернее как неожиданно конечно же мы с этой зрительницей списывались да она мне обещала книгу по ощупь там есть книга но помимо книги там есть еще что-то и вот это еще что-то мне очень очень интересно посмотреть ну просто я бежала настроение танцует джигу-дрыгу сама я прям в прекрасном расположении духа и вот на этой ноте мы с вами сейчас вместе распакуем эти посылки если вам интересно оставайтесь со мной итак первая посылка чтобы не шуршать мне тут делали замечание по поводу шуршания пакетов но на самом деле я очень люблю шелест пакета в кадре вот но не знаю это моя какая-то вот такая фишечка знаете при распаковке посылок других блогеров я прям получаю колоссальное удовольствие ну ладно суть не в этом суть в том что мы с отправительницы ее зовут марина посылка мне пришла из москвы она мне предложила вот такую вот книгу я думаю многие знакомы с этими книгами у меня они только в электронном виде в электронном виде не совсем удобно конечно пользоваться этими книгами и я очень хочу их все в бумажном варианте но никак не могу дойти до заказа этих книг потому что они стоят не дешево ну в общем и целом у меня есть пока другие потребности но это уже совсем лично это нас с вами не касается канала именно до касается только меня поэтому я безумно рада что у меня появилась такая книга я не думала что она такая огромная я что-то как-то ее помог живу и не видела в общем и целом я очень очень рада я буду листать сегодня я не знаю все мои планы которые я вам нарисовала я не знаю хоть один успею осуществить или нет потому что я сейчас буду все щупать все смотреть обожаю просто обожаю посылки не важно сама я заказала или мне их дарят но те которые мне дарит и текст которых я не знаю абсолютно что лежит это просто невероятные невероятные эмоции в общем и целом делюсь с вами позитивом порадуйтесь за меня у меня теперь есть такая книга и я буду ее листать какая же даже обложка классная марина огромное спасибо так но это не все это не все здесь еще есть пакетик я в него вот буквально как и вы вот так только заглянула и смотрите что я здесь вытаскиваю ну конечно же это пряжа как же иначе но я такую пряжу видела только в инстаграм а также на видео других блогеров и никогда из подобной не вязала боюсь что у нас в офлайн магазинах такой пряжи просто даже нет это органик коттон я читаю все вместе с вами стопроцентный органических хлопок из органического хлопка я уже вязала но другой фирмы до 100 грамм 340 метров цвет десятый это лот в общем и целом это вот такая вот фирма дуна лайн из дунор да но я ее видела на самом деле красиво в инстаграм вот эти вот пасм очки от на размоталась но ничего страшного я же не из пасмы буду вязать правда же но тем не менее все равно красиво очень красиво цвет потрясающий он не передает он больше у вас в синего отдает а на самом деле он больше в зелень уходит но такие цвета сложно передать на камеру но мне узнаете вот здесь не могу я выразить тех эмоций сразу до которые должны быть у нормального адекватного человека считаю что мы вязальщицы не совсем адекватные люди в плане пряжи потому что это наше второе хобби и когда я поняла что второе мое хобби это накопительство пряжи мне стало так легко жить вы не поверите помните сколько я говорила о накопительстве сколько я с этим всем боролась но ничего из этого не вышло и слава богу так здесь еще есть моточки они тоже немножко размотаны но это ничего страшного мы все это поправим исправим так смотрим что там еще а давайте все вытащу да мне просто интересно так еще одна то есть тут на полноценное изделие и здесь еще пять моточков вот такой вот пряжи так смотрим что это у нас такое это у нас с вами я так понимаю итальянская пряжа и называется она вот так мирина платином да и все правильно читаю мирина платином супер ложь италия рекомендации рекомендации так а цвет цвет номер 13 партия не указан цвет номер 13 компания сиам до компания сиам от компании сиам я вязала что-то я помню их этикетку но из такой пряжи конечно не вязала здесь классическая крутка она такая мягкая пружинистая пряжа и я так понимаю это стопроцентный меринос до мирина extra fine стопроцентный вот такая вот пряжица такого интересного цвета знаете светло-светло розовый мне кажется если ее сочетать с каким-то цветом еще будет даже очень интересный вариант ну хотя может быть и так но только в плечевом каком-то изделии да но в шапочках я конечно не вижу разве что может быть для девчонки какой-нибудь связать очень-очень такое но пряжа конечно потрясающе вот так вот на ощупь надо смотреть пробовать вязать я очень рада что она у меня появилась вот это пряжица скорее всего пойдет не для меня ну хотя хотя может быть мне стрельнет что я хочу что-то розовое почему нет могу себе позволить этот цвет мне тоже очень идет на самом деле просто надо уметь его сочетать если с светлыми джинсами например вообще бомба но вот этот этот просто потрясающий вообще такая посылка классная я я за книгу-то благодарна очень-очень а за пряжу я вообще я готов целовать песок ну в общем больные мы люди в хорошем плане больные люди до больные накопительством мы не несем в дом что-то такое бесполезное это все-таки полезно и я считаю я обязательно буду вязать найти бы еще еще дополнительно две руки например круто все огромное марина спасибо огромное при огромное просто я вас целую обнимаю вы супер зритель да и вообще все мои зрители в основе своей очень хорошие позитивные люди так первый посылку распаковали эмоциями я поделилась теперь буду распаковывать вторую там я знаю что лежит но все равно распакую ну и здесь все совершенно шуршащих пакетиках я пожалуй знаете как решила что слишком много эмоций в одном видеоролике я в обязательном порядке оставлю вам ссылочку в instagram на instagram на их магазин а также на сайт и в этом видеоролике в том числе раз уж я рассказываю вам про распаковку но давайте мы с вами сделаем так я отсниму видеоролик я все на себя примере то что касается меня пощупаем мы с вами трикотаж который я заказывала для сына и для мужа при всем при этом брюки я заказываю второй раз мужу очень нравится расскажу вам размерную сетку да пока ну как 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 вообще в целом по размеру и для того чтобы не затягивать это видео давайте я сниму отдельный видеоролик а вы ко мне придете завтра и посмотрите желающие те кто любит распаковки посылок подобного рода обязательно приходите я вам расскажу и похвастаюсь что же мне пришло из этого магазина ну а на сегодня я наверное пойду немножечко чем-то займусь до рукодельным хватит уже этих положительных эмоций но в том числе ведь рукодель это тоже положительные эмоции а вдруг мне удастся все-таки завершить сегодня вышивку я была бы просто в восторге от этого дня вот поэтому те кто желают увидеть распаковку из магазина василек я вас приглашаю завтра на канал не пропустите это видео я буду вам очень благодарна за просмотр все я пока пошла творить обязательно подключусь девчата распаковала я посылку из василька но я рассказываю в том видеоролике если вы вдруг будете его смотреть что я заказала себе на сорок шестой размер но для того чтобы похудеть оказалось все мне прямо в пору и знаете вот стою примеряю кручусь для видеоролика и понимаю что снимать себя то что на мне сейчас я просто не хочу настолько мне комфортно настолько мне удобно настолько мне просто вот классно в этих вещах приглядитесь но в особенности вот я рассказываю про этот костюмчик тут еще брючки но и и это от другого костюма в общем и целом но суть в том что такой тонкий трикотаж просто у меня таких вещей по-моему не было ну вот прям чтобы знаете а еще тут такой капюшон смотрите хоп видали красота ну мне прям очень нравится прям вот не стала будут во влоге говорить да о том что мне не нравится но мне все вещи понравились то что на мне то что для меня мне прям все вещи понравились но это это прям любовь очень тонкий очень классный рекомендую всем кто подыскивает себе подобного рода вещички ну что ж дорогие друзья у меня рабочий день подходит концу вечер у меня конечно еще впереди быть может даже рукодельный вечер не знаю как получится но думаю что этот вечер пятничный будет посвящен непосредственно семье и домашним хлопотам все как у всех времен рукоделия практически нет так вот я хочу показать что же я успела сделать совсем мизер потому что как я и говорила посылки меня выбили из колеи да и вообще в целом я снимала видеоролик на завтра говорил уже до распаковки с магазина василек и немножечко успела повышевать я совсем немножко прогладила полотно видны вот эти все заломы не стирала еще но хочу сказать что у меня есть готовая работа этой неделе и это прекрасно просто я не ожидала что этот процесс будет таким шустрым что он все-таки выйдет вообще в приоритет потому что приоритетной работой в плане вышивки у меня все-таки был дракон и он мне очень нравился а вот этот процесс самого начала как-то не особо заладился у меня но тем не менее представляете он выбился в лидеры и завершился круто просто я его постираю отпарю от глажу и буду оформлять не зашла я за рамкой фикс прайс только потому что у меня было два пакета они один до из почты поэтому зайду в следующий раз но у меня еще есть время надеюсь что в конце месяца я вам покажу уже готовы оформленную работу на самом деле очень красивый набор очень мне кажется я сказала чтобы здесь бэкстич здесь дробный но на самом деле он не дробный он нормальный вот и вышивалась легко готовая работа готовый результат порадуйтесь за меня я очень рада мне очень нравится результат очень красиво прям и не скажешь что это вышивка если посмотреть издалека правда же можно оформить куда угодно ниточек мне хватило всего мне хватило в наборе но ниточки эти я оставлять уже не буду я их сниму органайзеры оставлю потому что они мне могут еще пригодиться а вот ниточки уж точно наверняка нет они путаются мне не особо понравилось ими вышивать но яркие красивые стоило того мои усилия я бы сказала что стоили того то есть оставляю схему выбрасываю вышивать вновь я не буду поэтому как то так так и еще я вам обещала разговор по ипотечному кредитованию и так для тех кому интересно энное количество лет назад мы взяли ипотеку ну наверное как и все молодые семьи да это единственная наверное возможность получить приобрести жилье потому что такую сумму разом но я не знаю ну конечно есть люди у которых она есть но у нас ее не было и нам нужно было в срочном порядке решить вопрос жильем мы взяли ипотеку и взяли мы ипотеку по тем временам банке тат фон банк был такой банк для тех кто живет в татарии и приблизительно рядышком с татарии да и не только наверное мне кажется практически во многих регионах был филиал этого банка так вот там были самые выгодные условия на тот момент но банк прогорел кто бы мог подумать вообще про то что банк может прогореть второй банк республики татарстан по значимости он был и он обанкротился и знаете я тогда столкнулась первый раз ситуации которую паника просто вроде бы ты все знаешь вроде бы ты все понимаешь вроде ты бываю вроде бы ты варишься в законах но когда с тобой случается какая-то такая ситуация нелепая ты теряешься но это нормальная мне кажется реакция человека и знаете так получилось что я пришла филиал заплатила на тот момент через терминал посмотрела что огромные очереди в кассу не поняла почему и ушла благополучно через день понимаю что оказывается банк банкротится и денежки мои тут мне пришлось вновь подождать некоторое время нам объявили что мы переходим на айжикам акции жилищного кредитования есть такой вот знаете онлайн как оказался банк я конечно до конца не изучал этот вопрос но я плачу через свой личный кабинет в айжикам сейчас дом рф называется по-моему вот и при переводе нам сказали что все условия сохранятся но мне пришлось дважды в том месяце внести платеж моя платежка и вся моя переплата которую я понемножечку делала в этом банке для того чтобы потом покрыть целый месяц ипотеки она зависла хочу сказать что в этой ситуации нет ничего страшного и сейчас банки банкротятся если вы попадаете в такую ситуацию то не паникуйте если ваша сумма не столь велика там для физических лиц я вот не буду точно врать но мне кажется около двух миллионов возвращали для юридических там свои законы да я не буду поднимать нормы законов сейчас суть не в этом суть немножко в другом и значит нам через другой банк потом эту сумму вернули но деньги зависли на энное количество месяцев нас распределили по банкам и физлицам сумму вернули это называется страховая часть по моему знаете это как вклад у меня ушел не как платеж очередной а как вклад поэтому совет номер один всегда следите за новостями прежде чем вносить платеж совет номер один действует и в моей ситуации который со мной случилось совсем недавно я оплатила как обычно зашла через дом рф у них там произошли какие-то притурбации оплатила захожу в личный кабинет и понимаю что у меня как будто бы предыдущий платеж не прошел на самом деле зашла в график платежей он прошел у меня удвоилась сумма платежа за месяц в связи с чем это произошло я не знаю у меня пишут что нет суммы страхового покрытия страховку мы платим каждый год в январе я точно знаю что мы платили потому что в этом году отправляла мужа и и значит я понять не могу почему такая сумма звоню там единственный номер телефона это номер телефона горячая линия то есть дальше ты никуда не пройдешь пишу мне пришлось написать и заявление и по страховке отчитаться и позвонить дважды туда но на самом деле благо ситуация разрешилась мою пользу и благо это было не начало месяца когда идет списание да а а середина месяца когда я вношу очередной платеж я всегда платежи вношу вношу раньше срока не за неделю даже а за две недели и благо что эта ситуация разрешилась это был просто технический сбой и он был в середине месяца что могло быть плохого в этой ситуации конечно бы наверняка бы мне все пересчитали но этот глюк мог мне испортить всю мою кредитную историю просто потому что если бы это произошло в начале месяца скорее всего информация о том что я злостный неплательщик она бы все равно отображалась моей кредитной историей потому что было масса таких случаев когда не по вине плательщика по вине банка происходил какой-то сбой не проходил платеж и так далее и кредитная история портится безвозвратно мне кажется может быть конечно есть моменты восстановления но это сколько нервов нужно будет для восстановления кредитной истории скажите а зачем она тебе оль кредитная история не бери кредиты хорошо так говорить когда у тебя есть денежная подложка наверное да такая большая денежная подложка а когда у тебя ее нет даже элементарно купить новый телефон порой приходится в кредит или в рассрочку поэтому берегите себя берегите свою кредитную историю всегда заглядывайте в личный кабинет если у вас каком-то банке есть кредит и нет кредитного личного кабинета, в обязательном порядке его заведите и отслеживайте все свои платежи. Я же вам желаю всего самого наилучшего, чтобы с вами не случалось таких неприятных историй. А сегодняшние истории моих посылок, это, наверное, мне бонус за мои вчерашние переживания. Я так думаю. Потому что все в мире аукается. И если вы пишете плохой комментарий, ждите, вам тоже аукнется. Вот так я считаю. А если вы добрый, позитивный человек и пишите хорошие комментарии, то вам аукнется вдвойне, но только в хорошем эквиваленте. Вот так я считаю. Кстати говоря, по поводу комментариев. Девочки, я вижу часть комментариев, мне приходит на телефон, что пришел какой-то комментарий. Я пытаюсь его открыть, но по каким-то причинам он мне его не открывает. Причины могут быть, либо вы его удаляете, ну, в силу того, что передумали, может быть, какое-то там что-то каверзное мне задали. Или же что-то написали. Или это YouTube не пропускает. Если я не поставила лайк вашему комментарию, или просто на него не ответила, без лайка даже, значит, я его, скорее всего, или не вижу, или прочитать не могу. Почему-то такое бывает. Это уже не первый раз. Раз в неделю у меня стабильно бывает такая ситуация. Поэтому не обижайтесь, если я вам ничего не отвечаю. Я даже плохие комментарии всегда лайкаю. Это говорит лишь о том, что я его прочитала. Поэтому, если у вас есть, что мне написать, пишите. Если я не лайкнула и не ответила, значит, я ваш комментарий прочитать не могу. Ну, надеюсь, у нас с вами все будет хорошо. Вот такой пятничный влог у меня получился. Я желаю вам хороших выходных, крепкого здоровья и встретимся с вами в новых видеороликах. Приходите ко мне в гости. Пока-пока.